Если категория фильма G, герой получает девушку. Если R, девушку получает злодей. А если X, девушку получают все. Эй! Земля вызывает зал. Есть там... Меня видеть? Да. Нужно обсудить одно дельце. Тут есть кто-нибудь из Нью-Йорка? Привет. Как продвигается книжка? Джима позади, Леогик и Том строят странные планы, чтобы... ...острожайшая тайна. Существует ли он? Этому нет официального подтверждения, и все же он существует. Совершенное оружие для несовершенного будущего. Змей. И на нем был зеленый смокинг. Ты не видел, Сэмми Тейлор? Хочу заплатить ей, чтобы она больше не появлялась в моем клубе. Она только что ушла со своим мальчишкой? Без денег. Это Винс Мэтков для публики. Владелец ночного клуба... Кто работал у него под прикрытием? Джо Элайс, один из лучших агентов. Он вел тайну операцию три недели, но Мэтков, видно, раскусил его. Сегодня утром двое мальчишек нашли в реке его тело. Не зря его называют Винсом неуязвимым. Недолго ему еще так называться. Фишеру только что позвонили. Один человек видел вчера убийство Элайса. И готов говорить? Если мы обеспечим ее безопасность... Мам, если ты оставишь меня здесь, я могу получить травму на всю жизнь. Кто будет платить за психотерапию? Бен, это серьезно. Не говори ни слова никому. Даже дяде Ричу. Мам, ты же сама учила меня говорить правду. На этот раз правду за тебя буду говорить я. Я расскажу в полиции, что случилось в клубе. А потом? Потом я получу вознаграждение, и, может, мы сможем отдать тебя вот в такую школу. И тебе больше не придется читать Гека Финна в ночном клубе. Но я люблю ночные клубы. Очень смешно. Что случилось? Я где-то потерял свою книгу. Ты бы и голову потерял, не будь она приделана. Я говорю, как моя мать. Вы все же приехали. Привет, дядя Рич. Рич, большое тебе спасибо. Тебя мне Бог послал. Сэмми, что бы ни случилось, если тебе нужны деньги... Деньги мне всегда нужны. Именно для парней, у которых один мозг на двоих. Может, они не напишут слово «позвонок», но ломать их они умеют. Так они не совсем без талана. Это хорошо. Ты мне нравишься. Приходи на двухчасовое шоу. Правда? Успокойтесь, леди, я хороший. Докажите. Вы уж простите. Я не ожидала увидеть человека, похожего на вас. А получили меня? Опустите оружие. Сейчас это не очень смешно. Но я профессиональный комик, и гарантирую вам, через неделю вы будете смеяться над этим происшествием. Да, наверное, я просто лопну от смеха. Поехали. Для меня это новое ощущение. До сих пор я обеспокоилась только о защите подмышками. Или сами знаете. Я проведу с вами около часа, мисс Тейлор. Моя задача доставить вас в город под защиту ФБР и районного прокурора. Красивая машина. Напоминает мне о поездке во Флориду с моим бывшим. Мы ехали на вишневой мустанге 65-го года. Мои волосы развивал ветер. Он ненавидел жару. А я любила. Солнце, веселье, лето по мне. А о комнатах отдыха вот на грузовых стоянках говорить не буду. Ладно, я замолчу. Скорее в дом. Заприте дверь, ждите меня. Хорошо. 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 Опять меня защита подвела. Субтитры подвела. Я знаю только, что в трех милях отсюда трехсторонний перекресток. А номер машины не запомнил? Свяжись с автомобилистами. Сейчас мне нужно найти Сэмми Тейлор раньше, чем это сделает Мэтков. Это Доминик Сандерс, муж и жена из Майами. Известный тем, что стреляет по цели с мотоцикла. Говорят, они уже работали на Мэткоффе. Без периодического сеанса допросить их будет сложно, благодаря вашему напарнику. Впрочем, без свидетелей это не имеет большого значения. Мы найдем вашего свидетеля. Наверху все тычат пальцами. Кто-то должен был дать информацию Мэткоффу о свидетеле. Сколько ваших людей знали, где она находится? Мне не нравится ваш намек. Мне нужны имена. Прежде чем перекладывать вину на других, я бы убедилась, что мой собственный дом чист. Вот и мама. Мы уже получили вознаграждение? Но у меня планы немного изменились. Что за планы, Сэмми? Работа, на которую я рассчитывала, сорвалась. Понятно. Я позвоню тебе, когда мы доберемся туда, куда доедем. Пока. Пока. Дорожный патруль нашел машину Сэмми Тейлор в 20... Вот что мне нравится в этом парне. Он хорошо смеется. Вы над всем смеялись. Я могу вас угостить. Пивка холодного. Холодного? Сейчас. А вот и вы не смеялись. Вы не против. Держи, друг. Это мое пиво. Ну, успокойся. Закажи себе другое за счет заведения. Отдай мое пиво. Элли, ты на месте? Что-нибудь узнал? Нет, но кажется, я знаю, как ее найти. Ты можешь вытащить расписание национальной автобусной линии? Конечно. Национальной? Я парнишке работал у них летом. Что ты хочешь узнать? Вы знаете, где я? Когда здесь останавливается последний автобус? Откуда? Знаю. Я буду пародистом. В общем, можете назвать меня домашней богиней. Я не могу этого сделать. У меня нет сил, капитан. А ты молодец. Милый, я работала по всему миру. Я не хотела ударить полицейского. Мне нужен, но... Моя подруга Ирма такая тупая. Она думает, что Геттиксбергское обращение это место, где Авраам Линкольн шляпу забыл. Неплохо. Может, тебе писать мне весь материал? Я тебе не по карману. Послаю, забирай. Чтобы я тебя здесь не видел. Как ты меня нашел, Шерлок? Вы оставили машину напротив автобусной остановки? Да, но этот автобус не единственный. На юг единственный? Ты что, растолстел? Я чувствую, как мой зад за дорогу задевает. Садись ко мне на колени. Да? Тогда Коул арестует меня за то, что я раздавила собственного сына. Нет, она ведь совсем не толстая, да, мистер Коул? Она прекрасно выглядит. Простите, но мне надо... Где она? Полчаса назад ее с мальчишкой доставили в федеральное здание. Она уже должна быть мертва. Ваши люди напортачили. Значит, вам придется распортачить это дело. Мне становится слишком жарко. Ребята, Интерпол разыскивает Хаэта Гриффит за убийство в Париже южноафриканского курьера с драгоценными камнями. Сказано, что убийца использовал мощную винтовку с оптическим прицелом. Так действует Гриффит. Он стреляет без промаха. Я подниму. Ложись, ложись. Боже мой. Всем постам, код 3. 63-й МН, стрелок на крыше. Вы целы? Кажется. Мы вытащим вас отсюда. Уведите их в здание. Да кто ты такой? Выполняйте. Садитесь в машину, вы едете в укрытие. Нет, мы никуда не поедем. Не стой, Лар. Коул, второй раз спас мне жизнь. Сукин сын. Не мешайте мне. Это уже не важно. Я знаю, что со мной будет. А ты уверуй в Бога. Может, мы добьемся тебе снисхождения. Что я должен сделать? То же, что ты делал для Мэткова. Только на этот раз ты будешь работать на нас. Привет. Готов ехать, приятель? Я не поеду. Бэн, не усложняй. Все и так сложно. Для тебя это сейчас самое безопасное место. Это не важно. Я не поеду, я останусь с тобой. Послушай, если я говорю, что ты поедешь, ты поедешь. А то я могу и опозорить тебя перед мистером Коулом, хорошим. Не нашел пока подходящей девчонки. Я тоже в поиске. А какая вам нужна девушка? Не знаю. Привлекательная, умная, с чувством юмора. Моя мама такая. Это точно. Но она не ваш тип, да? Бэн, у твоей мамы сейчас... И долго мне здесь оставаться? Пока твоя мама не даст завтра показания перед присяжными. И тогда мы... Пока. Я же сказала, он отступил в тень. Кажется, волосы у него были... Каштановые. Вы вчера говорили черные. Послушайте, вы должны хорошо знать, что говорите перед большим жюри. Привет. Доставили посылку? Целости и сохранности. Как дела? В ее показаниях все еще полно путаницы. Все было так быстро, и я... Пусть все твои приключения будут счастливыми. С любовью, мама... Откуда это? Уборщик вчера нашел. Где? Под столом в грим-уборной. Их... Там... Продолжение следует... Супкин. Джоуи. Да. Твои люди по-прежнему работают в здании суда? Круглосуточно, как вы просили, ее оттуда не увозили. Мальчишка еще с ней? Нет, тот парень на змее вчера увез его куда-то. Слушаю. Да, Гриффит. В чем дело? Мы шли не за тем свидетелем. И кто нам нужен? Ты пойдешь в школу. Ричард Тейлор, дядя. Не двигаться. Отпустите его. Лечь на пол. Ты, выйди за стойки. У тебя что, со слухом плохо, малыш? Держи их на мушке. Я осмотрюсь по-быстрому. Бен. Беги. Вызовите полицию. С дороги. Беги. Начали, мальчики. Живее, поторапливайтесь. Давайте строиться. Все в строй. Подровнялись. Мы вовремя. Гриффит на крыше. Нужно его отвлечь. Баклых полбодетей. Мы не можем использовать оружие. Придумай что-нибудь. Беги. 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 Девушки отдыхают. Не двигаться! Девушки отдыхают. Спокойно, малыш. Мы с тобой немного прокатимся. Опусти пистолет. Отпусти его, Мэтков. Ты что, плохо слышишь? Я сказал, опусти пистолет. Я тебя еще достану. И не рассчитывай. Коу, ты велел ту машину? Где? Классная. Может, даже... КОНЕЦ 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 КОНЕЦ